итак друзья всем привет сегодня 24 июля 2021 года ну что ж мы приехали снова на тачок номер один что ж будем отбирать магазины снимать будем все полностью тут мы уже как бы работали тут вот все сняли там немножко сняли магазинчиков тут остались у нас вот корпуса в как скажем так поставили стоит на рамку 300 и тут тоже на 300 там магазин на 145 там два магазина на 145 и внутри сарапка это будем с этими рамками большими будем работать позднее в последнюю очередь здесь то же самое вот в этих уликах двух там в третьем там дальше тоже а тут что осталось по 32 магазина кое-где один так как мы уже здесь откачивали и снова как бы им дали по пустому магазину сейчас этот магазин уже до заполнился фактически ну где-то по краям есть что не заполнено ну все как бы особо беносбора сейчас нет на урале у нас будем все отбирать полностью все магазины доставки оставим один корпус гнездовый вот тут печатный 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 бьет вот три магазина медок есть один уже магазин вы откачивали это точно ну здесь что сказать пчела есть вот по центру вот печатный бьет вот в центре есть тут по свободно по краям естественно ну что ж сколь принесли столь и принесли скажем так два магазина печатный бьет идет по краям есть свободное место так как я надеялся что они по магазину еще принесут ну фактически принесли но и полностью скажем так потому что взяток прервался дожди были сейчас погода наладилась а то что мы снимем сейчас все магазины везде у их место ребята хватит то что они будут подносить пусть трамбуют в гнездо и нам уже проще будет подготавливать семьи зиму там биша наверное это корпус стоит или магазины корпус наверно а ну все будем убирать здесь вот видите печатный бьет один магазин я здесь оставлял убирал два магазина с медом один пустой оставил в принципе бьет я показал есть я думал здесь корпус ребята это оказывается три магазина здесь ну тогда точно корпус я стоял вот бьет он здесь вот есть видите вот в третьем магазине печатный здесь тоже отбирался магазин у них с медом да сейчас мы снимаем от магазины все и не забываем сократить леточек леточек сейчас надо ребята сократить и к чему беда сбора такого нету все уже позади так 1 рамочки виде с одной стороны печатают немного здесь все запечатали уже идет то вот весь зрелый сейчас жидкого нету беда ну рамочки хорошие идут ребята хорошие отличные вот сейчас ты есть вот сотовая рамочка и вот такие рамочки мы откладываем на продажу ребята вот такие вот такого типа новый брусок новая рамка сама вот это вот деревяшечка и соответственно она была поставлена ващиной замечательная прелестная общая рамка такие рамочки мы отправляем нет таких вот допустим старый сот черный сот мы это сами не любим потому что тут жесткий уже ввоз получается в темных рамках а вот такие рамки которые вот ставились в этом году у ващинка ващинку отстроили сразу пчелы залили мед вот такие рамки очки у нас идут как сотовые рамки высший сорт высший сорт эти рамочки тоже третий магазин ребята будем снимать саму первую рамочку достаю ребята показываю вот печатка вот отпечатка да как-то ребята я спрашивала в одном из видео куда лучше стряхивать пчелу вулей вот мы вулей стряхнул или на сходе перед летком но у нас ребята сходе нету перед летком нету мы работаем только вот стряхиваем вниз да получается вулей мне в комментариях написали ребята спасибо дуны писали некоторые сказали что меньше пчела раздражается когда если ее вы стряхиваете вулей то пчелы могут раздражаться а если перед летком с на сходе то работа как бы у людей ну нет такого раздражения скажем пчел а то мы из одного магазина в другой магазин его этих пчел перед третьем принципе ничего такого сложного то нету есть какие-то бишь и проблемы пчела же уходит дырнули пчела пошла соба а то что один погода из них хорошая и пчелы как бы более-менее нормальная селекция пчелы ведут мир на себя мирно конечно если какая-то пчела ну местная как злобливая пчела конечно с ней уже надо работать поосторожнее работал ребята знаю а то некоторые думают что я как будто не знаю что такого местная пчела среднерусская местная условно среднерусская я работал ребята с этой пчелой 20 лет для опыта вот ну выше крыши как говорится родители раньше держали как бы в детстве такую же пчелу да хорошая погода пчела дает себя посмотреть плохая погода или еще какие-то факторы на не могут хорошо бы быть дать потом но с более видно чего конечно поинтереснее работать ну вот ребята показали три магазина полных до этого я точно вам скажу чтобы один магазин у них брали и откачивали на откачку пользуемся ребята всегда тележкой фактически редко когда без тележки мы здесь на тачке потому что таскать магазины тяжело все прекрасно с тележки к самому улью подъезжаем подъезжаем сразу в машине и забрасываем эти тяжелые магазины ну вот так вот пчела у нас сейчас выглядит перед улем труд не еще ползают ребята еще пока что не выгоняют но не за горами август месяц и трута у нас погонят из ульев но пусть они сейчас работают несут тебе в гнездо на зиму еще добавляет свои кормовые запасы в общем ребята сейчас мы начнем опять здесь этот ряд мы утром приезжали начали работать и попалась вот из этих трех ну какая то вот ну с характером пчелосемья хотя маток мы меняем но какая то попалась небольшим таким характером пришлось нам оставить потому что пчелы кружились и перешли в этот угол начали здесь все работать отбирать мед потом пчелы все успокоились ну сейчас после обеда продолжим здесь вот с краю в ряд где вот вот три магазина и будем работать все равно магазин нужно нам отбирать ну тут вот ребята вот три магазина вы магазинчика точно откачивали хорошая семья сейчас опять у них все заполнено вот тут видимо труд был вышел заливает медом ну мед тазарел и все уже не вытряхаться печатают его скажем первая рамочка ну вот эта семья бакфаст вижу рыженькие пчелки ну для тех кто думает что мы не пользуемся щетками вот щетка у нас просто иногда она нам мешает проще нам встряхнуть пчелу меньше движений получается раз ручка ручками тут перчатками перчатки ребята все в прополисе это вообще жесть какая-то я не знаю как работать без перчаток потом руки отмывать ну конечно на большой пасеке ребята работать без перчаток кто-то может работать я не спорю но мы не работаем мы работаем всегда в перчатках техника безопасности тут несколько факторов много пчел это что что брать не боишься ты быстро работаешь прополис все тут все все вместе но лично вот ребята скажу по себе и миша пусть кажут меня как тебе нравится когда тебя жалит пчела где ребята тоже нет я могу и вскрикнуть и звездуть и нецензурные слова могут вылететь в ответ это укус мы обычные люди мы чувствуем боль когда нам причиняет кто-то так что вы не железный некоторые работают да и так это видео с голым торцем да можно можно работать до видео сделать такие кадры можно перчатки снять можно сетку снять без проблем ну мы не будем ребята не будем это я уже неоднократно говорил это все 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 это как бы так каждый работает по-своему да кому-то может нравиться эти ужаления говорят они очень полезные ну я не знаю полезные если эти ужаления полезные пусть и жалятся люди да и есть свою долю полезности мы получаем до хватать нам сегодня в то в долгу да куда-то я уже получил сегодня как бы дозу уже дневную получил куда больше в организме яда то его тоже нужно в меру как бы вчера получил дозу откачивал мед взялся там за рамочку голыми руками это была пчелка и потом я пальчик это пух вообще-то красный был и я чувствовал жжение боль в течение дня до сих пор как бы прошло сейчас сегодня но это ребята люди приятные дети нравится сегодня завтра после за так я вчера получил бишь и сегодня вот в ногу получил позавчера два раза нет я к тому что работают без печаток да и считают нас не пчеловодами что мы работаем печатка так вот и сегодня получил допустим в палец да где-то взялся завтра получил в палец послезавтра еще 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 неделя две-три а потом через руками-то с организмом что-то организм тоже ведь лишка яда в организме это и я думаю не есть хорошо это было бы у нас вот рядовочка вот 10 штук 10 штук я родился за неделю так и вот он задел 10 то штук за полчаса прошелся то получил несколько ужали и неделю кайфуй ну и не знаю потом пишут такие комментарии уже говорил что грубо работаем и со пчелами я не понимаю как можно работать вот то что вот стряхиваем что пчела ударяется до что вчера это сделалось она встала побежала а иначе то как щеткой можно щеткой также быстрее съем щеткой тоже она будет когда травмироваться если по их мнению куда стрессаж они она травмируется так наверно знаешь еще надо тогда пользоваться пчелоудалителями но этот метод ребята нам тоже не подходы нет почему эти все пчелоудалители давай сделит смотрите ребят подачок один домашний точек 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 номер два нужно поднять все вот эти вот где-то три магазина это все поднять и подставить под него пчелоудалитель сколько нужно проделать работы это просто ужас это нам не подходит ребята нет все вот эти методы они рабочие рабочие на небольших пасек на небольших нам нужно выиграть время неоднократно я говорю даже выиграем те же секунды вот пристряхивание пчелы с рама стряхнули до останется вот а пчела ну пусть это будет поставлю ну вылетит она здесь в машине вылетит и что теперь ничего страшного это капля в море все равно это пчела уже отработала в медосборе она в зиму не пойдет она все равно уже отойдет в этом сезоне давай поднимем да 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 это бакфаст я уже говорил вот ребята что происходит после отбора трех магазинов круто смотрите сколько много очень долго труда в этом улье тоже вот как бы ну пока не выгоняется здесь вот тоже вот взяли их магазины ну труд тоже тут присутствует единичный и пчела вот так выключилась ну что ж мы поедем на разгрузку будем работать продолжать работы у нас много ребята а а а и и и и и и и Субтитры подогнал «Симон»